И снова здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Виктор. Вы знаете, в последнее время у нас очень много заказывают кухни с фасадом от Ниман. И сегодняшний проект кухни не исключение. Единственное, с чем мы столкнулись, то есть с какой сложностью мы столкнулись, это у заказчика нет ни одной ровной стены, ни одного ровного угла, ни одной ровной плоскости. Потому у нас есть опасения, что кухня не станет, но все же по 3D-замеру мы старались максимально сделать так, чтобы кухня стала на свое место, а по месту мы как раз это все увидим. Соответственно, сегодня я вам не буду показывать, что мы делали в цеху, так как кухня у нас уже собранная, то есть она уже подготовленная, вся запакованная, ждет отправки к заказчику. Но из чего она состоит, я обязательно вам сейчас покажу. Так что для тех, кто впервые на канале и забыл подписаться, не забывайте подписываться. Также было бы хорошо, если бы вы оценили это видео лайком, написали любой комментарий, так как вы помогаете в продвижении канала. Итак, вот сама кухня. Выглядит она вот так. Сразу все размеры я вам покажу, чтобы те ребята, которые интересуются именно размерами, все видели. Кухня у нас длиной 4900 миллиметров. Также есть у нас здесь пеналы. Пеналы тут отдельная история. Нестандартная одна боковина, так как мы наращивали 1218 миллиметров. В общем, очень плохо подготовленная ниша, но уже делаем мебель, исходя из этой всей ситуации. Так, по кухне. Корпус у нас ДСП Карнашпан шиншилла серая. Я вам скажу, очень приятный он на ощупь, очень приятный. Ну и марки, то есть пробовали замазывать его, вытирается крайне сложно. Но мистер мускулом моется отлично. Фасады. По верхним секциям фасад у нас будет вот такого цвета. Акрыл люк светло-серый. От ним он кромкован, он везде у нас пуром. Но это я вам показываю только остатки, которые остались у нас, чтобы было видно. И вся остальная кухня у нас будет из МДФ тоже Ниман. Акрыл люк с премиум гранит. Вот, смотрится шикарно. Тоже софт-тач, шо тот, шо тот. Мне кажется, свет будет шикарный на кухне. Так как у нас дальше голоручки черные. Тут ручки УКВшки будут тоже черные, именно в финальной части. Столешница тут у нас заказчика, поэтому мы ее в счет не берем. Антресоли у нас все будут открываться на Типоне. То есть они все распашные полностью. Тут мы еще наращивали специфическую конструкцию, потому что тут куча труб. Тут у нас угол острый. Тут добавлена фальшпланка. В общем, тут еще есть котел. Самая геморная часть, которую мы будем уже по месту смотреть, как там станет. Авентас Ашкатоп. Потому что, по идее, он помещается именно плотненько. Но, по факту, мы не знаем, есть сомнения, влезет он туда или не влезет. Но, опять же, по месту все будем смотреть. Клад подсветка у нас угловая. То есть в угловом накладном профиле. Где-то сенсор будет. Тоже по месту будем решать заказчикам, где его ставить. По выдвижным ящикам у нас тандем частичного выдвижения от Bloom. Есть полного выдвижения в одной секции, там где внутренний ящик. Внутренний ящик у нас тандем бокс Antara. Сушка у нас Inox Elite. Вот она, кстати. Тут единственное, чего нет, это запчастей. То есть не хватает одного такого крепления. Мы его ждем уже больше месяца. И не знаю, когда оно приедет. В общем, потом уже придется ехать к заказчику дополнительно это все устанавливать. И нету поддончика. То есть один поддон в комплекте идет. Мы еще покупали дополнительный для верхней сушки под чашки. Потому поддончика нет и одного крепления. Все остальное у нас полностью собрано. Подъемные механизмы, я уже сказал, Ашкатоп. Цоколь у нас низкий, кстати. Нож высотой 60 миллиметров. Петли все естественно в Bloom. Есть выдвижное мусорное ведро Müller Урса. Есть поддон алюминиевый в мойке. Ну и есть еще лоток подстоловые приборы. Ну и по столешнице, опять же повторюсь, столешница от заказчика. Тут цеху уже больше нечего показывать. Я не знаю, получится ли снять сам монтаж. Но в любом случае обзор кухни с комментариями обязательно сделаем. Вот наше помещение под монтаж. В принципе кухню мы сейчас будем ставить сюда. Тут у нас ниша. Тут у нас котлы. Куча газовых труб, которые нужно ввыть. В общем приступаем. Там посмотрим. Друзья, ну как бы на финишном этапе, но еще работает, наверное, подчатый край, как говорится, из-за вот этих вот супер крутых труб, которые застройщик тут лепит. В общем тут у нас вообще супер сложные корпуса. Ну плюс еще нет углов, нет плоскостей. Ну в целом, в принципе, все соединили. Все повырезали. И сейчас эту штуку выведем. Тут еще такую дичь влепили, конечно, трублю тоже. Нафиг она тут нужна? И это причем центр, это не пригород. Вот. Короче, все очень сложно. Вроде бы казалось и кухня не сложная. Но сложная в плане самого монтажа. Ну и в плане самой разработки была. Вот, например, финалы. Алексей еле запихался. То есть, мало того, что строители не выготовили нормальную нишу. Так вот, изобилие. Ну, фасады, соответственно, выставляем чисто уже на глазок, чтобы оно хоть как-то красиво для заказчика было. Потому что свестись, но если чисто по уровню, то хрен сведешься. Короче, печаль, беда полная. Вентиляция тут есть. Вон там вот целый зазор для холодильника. Есть еще морозильная камера. Тут котел, короче, сделали так, чтобы был доступ полноценный. Снимается вот эта планка. Снимается вот это вот накладное дно антресольное. Ну и полностью заказчик сможет это все обслужить. По-другому тут никак. Слава богу, что в лес Авантос, потому что было сомнение, что он туда поместится. Но поместился прям вплотную четко. То есть, зазорчик есть. Мешать обслуживать котел не будет. Ну и сейчас вот это вот говно спрячем. По-другому я его назвать не могу. Первый раз такую дичь вижу вообще в квартире. Как так можно сделать, я не знаю. Подол. Подол, да, это подол причем. Ну, в принципе, мы на финишном этапе. Алексей уже установил посудомоечную машину. Тут на плавающем фасаде. Так как у нас соколь 60 мм. В принципе, закончим кухню. Потом уже сделаю обзор, как это все вышло. Друзья, кухню мы практически закончили уже. Алексей, когда устанавливает еще газировую камеру, отливки. Ну, в принципе, я вам могу как раз сделать уже обзор, показать всю кухню полностью, какая она получилась. Единственное, что пленку мы не снимаем. И снимать не будем, так как стены и потолки будут еще красятся раз. Короче, кухню можно было конечно не ставить, но уже по факту она стоит. Вот. Ну и пленку, соответственно, после покраски потом заказчики уже снимутся. Так, ну давайте поандресолим. Они у нас все распашные. Конечно, начпухались мы с этой кухней, будь здоров. Все это выстроить, все фасады настроить. Короче, плоскостей нету. Туда поджимаешь, фасад по одному стоит. Туда поджимаешь, фасад по другому стоит. Короче, полная жопа. Вот. Тут будет фальш-панель, вытяжной канал. В общем, фальш-панель потом закроется, когда уже вытяжку закачивала. Фальш-панелька есть. Ну и тут тоже есть вытяжка, врезанная решетка. Должна быть естественная вентиляция, так и после закачки тут будет газовая поверхность. Потому завщики как бы обязали это делать. Спросите, почему не по центру, потому что здесь врезной типом. Дальше тут тоже корпус. Все антресольное, все пустое. Ну и тут у нас зона котла начинается. Вот так выглядит верхняя часть. Вот эта штука съемная. И вот так выглядит нижняя часть. Эта штука тоже съемная. Короче, фасад снимается. Обожаю башкотопы за то, что здесь есть встроенные ограничители. То есть вы настроили шестигранчиком, и уже фасад дальше никуда не девается. Не надо никаких пластиков влепить, ничего. Единственное, что у нас не влезут сюда, это вот эта вот рама. Тут уже тупо не хватает расстояния, для того, чтобы ее сюда засунуть. Вот. Все остальное открыто. Снизу доступ есть. Воздух, как говорится, сосать будет. Все будет работать. Так, тут у нас сушка инокса. Одна часть тоже есть. Вторую ждем вот такое крепление. Приедем в следующий раз поставим. Так как мы еще и забыли угловой профиль для леда. Не знаю почему. То ли грузчики так грузили. Короче, профты калибанами. Поэтому в следующий раз приедем уже, установим ледку, и поставим как раз уже, да, установим сушку. Вот. В верхней секции, сами видите, все открываются на шкотоп. Тут тоже изглазовая труба. Тут заказчик будет делать прокладку, короче, туда дальше. В общем, доступ у него будет к этому всему. Вот. Розетка для вытяжки почему-то тут. Но есть еще вверху. Я, конечно, заказчику советовал бы подключиться вверху. И вот с такой нестандартное решением установки, скажем так, поддельных механизмов. Мы, конечно, были против с Алексеем, потому что знаем, что вот это крыло будет как раз жестко провисать. Но, увы, на это мы повлиять никак не могли. Потому как захотели, так мы и сделали. Но провисание есть. Причем очень серьезное. И нужно фасады открывать по очереди. Так, все нижние секции у нас тандем частичного выдвижения от Blume. Петли, кстати, да, тоже там Blume остыли. Тут полностью все ящики. Здесь есть внутренний ящик Tandembox Antara серого цвета. Ручки GOLO. Есть L-образная и C-образная. Тут у заказчика есть вот такие короче, маленькие полочки для хранения всяких специй. Ну, так захотели тоже. Посудомоечная машина АЭГ с плавающим фасадом, так как у нас цоколь высотой 60 миллиметров. Корпус под мойку. Поддон от протечек. Тут мусорные ведро. Кстати, очень неплохое расположение именно в верхней части, так как можно тут что-то готовить и сгребать все сразу в мусор. В принципе, удобненько. Ну, и внизу тут еще есть подвижная ящика. А то, и ты сгребаешься с подружной. Ну, тогда раз и сюда. Есть же, делают вот эти дырки для того, чтобы резать и сразу сгребать. Ну, и цоколь, я уже сказал, что 60 миллиметров по всему периметру. В общем, на удивление кухня стала. Конечно, чпохали с ней быть здоровы. У нас уже на часах почти полвосьмого, но кухня стала. И это очень радует. Так, и тут Алексей установил у нас морозильную камеру Липхер. Давно у нас, кстати, их не было. Давно. Здесь у нас туховой шкаф Siemens. Каждый день устанавливаем. Давно. А, тут у нас ручки нет. Ну, и нет у нас холодильника. То есть, сам антресоли, понятно, что показывать пока. Нет смысла. Нет у нас в холодильниках для того, чтобы закончить полностью пенал. Ну, и система охлаждения тут, конечно, очень жестко. Здесь расстояние вот такое. Для того, чтобы воздух как бы засасывался а вверху тоже есть вот такие вот отверстия. Тоже не мы придумали, но мы и сделали. Так, как хотели. Ну, вроде интересно, но будем смотреть, как оно по факту-то будет работать. Вот. В принципе, наверное, тут все. В следующий раз... А, мне показал вытяжку. Вытяжка у нас вот франки. Вот такая. Тоже не подключена, но все же. Ну, и выключатель есть. То есть, подсветка работает. Единственное, что профиль надо будет поставить. В принципе, вроде все. Я не знаю, попадем мы сюда, когда уже будет стоять столешница, но в любом случае через пару дней мы приедем, доставим то, что нужно доставить. И холодильника, скорее всего, не будет. Потому что заказчик сказал, что будет покупать его немножко позже. Потому и... Неизвестно, какой их купят. То есть, у нас вообще на скользящих петлях. Но, как показывает практика, мы сверлим фасады, потом заказчики покупают совсем другой холодильник. Поэтому мы фасады пока вешать не будем, наверное. Вот. В принципе, все. Друзья, так и не получилось показать вам полностью кухню, как она выглядит со столешницей. Так как, после монтажа мы были у заказчика через два дня. Мы доустановили профиль под ленту и установили ручку. Фасад на пенале. Ну и следующая поездка у нас должна была быть, это установить крепление под сушку. Так как его не было. Но после этого мы поехали в Турцию. Соответственно, с Турцией мы прилетели, началась война. С заказчиком мы еще созванивались где-то в конце февраля. Пробовали договориться о встрече, но потом он пропал. И на данный момент у нас уже июль и он до сих пор на съезд не выходит. Потому кухню я вам показал такую, как она вышла. И если я все-таки туда попаду, то фотографии этой кухни вы уже видите в моем инстаграме. В принципе, у меня на этом все. Кто не знает, все полезные ссылочки есть в описании к этому видео. Также, если у вас остались дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. Ну и встретимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok